всем привет друзья с вами снова аквамена я не помню времен когда бы я так часто пилил формикарии но вы молодцы вы под прошлым видео собрали 100 комментариев и соответственно с меня сегодня формикарий аквамент сказал аквамент сделай давайте еще знаете как сделаем под этим видео если собирается 200 комментов и 100 лайков я приступаю к изготовлению следующего формикария благо есть колонии которым нужно жилье благо есть колонии которые нуждаются в увеличении жилья количество комнат и благо есть еще идеи для реализации этих самых формикариев свою очередь подпишитесь на канал мне это очень приятно серьезно это ничего не стоит но мне приятно я вижу что вы в этом заинтересованы и посмотрите насколько редко выходили прошлые видео прошлые формики а сейчас уже это второй за неделю я даже опомниться не успел как новый надо уже делать формикарий поэтому коммент лайк подписка ну а мы начинаем сегодня я делаю самый маленький формикарий который когда-либо притворял в жизнь это во первых и во вторых самый маленький формикарий который я когда-либо вообще видел в интернете в живую и так далее объем жилой камеры он не объем даже площадь жилой камеры она будет величиной с ноготок на самом деле это так но я сейчас занимаюсь тем что взял пластинку оргстекла полоску оргстекла шириной два сантиметра трех миллиметровое прозрачного стекло и изгибаю ее вот до такой странной конфигурации в этом мне помогает шприц он кстати будет здесь частью системы увлажнения поэтому через боль через страдания сгибаем вот эту вот интересную башмачка видную конфигурацию для того чтобы не обжигаться как это делает аквамен можно воспользоваться какими нибудь перчатками бумажками полотенцами тряпками и так далее и тому подобное но помните что горячее оргстекло оно не прощает жесткого контакта то есть оно оставляет на себе какие-то закосы царапины рытвины вмятины тоже следует с этим делом быть осторожнее и так для чего мне нужен этот формикарий это не прикол никакой он будет реально заселен на самом деле прошлый формикарий предназначался вообще изначально под лазиуса флаусов которых мне еще по осени прислал любезно вячеслав вегель вячеслав помаши ручкой в комментарии ссылку на вячеслава я постараюсь не забыть вставить в комментарии в описании точнее под видео соответственно флаусы у меня тормозили долго-долго буксовали пока вот после окончания зимы не начали вроде как развиваться развивались развивались и опять потихоньку начали угасать я понял что не ахти какое жилье у них было это было аналогом аналог пробирочной системы с подключенной ареной но не самое крутое жилье которое можно себе позволить к тому же там были перебои с влажностью то есть я еще ставил дополнительную увлажнялку и тем не менее у меня сейчас там матка и 3 рабочих осталось было 5 стало 3 рабочих соответственно прошлый формикарий для них был бы слишком большим поэтому я решил прошлый заселить лазиусами алиенусами скорее всего это они были а этот формикарий как раз таки кроходку вот эту оставить под лазиуса флавусов к тому же это будет модульный формикарий к нему можно будет подключать арену и еще дополнительные модули то есть все здесь очень удобно и система увлажнения керамическая которая себя отличнейшим образом зарекомендовала то есть вот мы берем камень из почки а нет камень почечный это другое видео мы берем кусок кирпича из него сейчас будем вытачивать пластинку которая будет являться основой керамической системы увлажнения система это увлажнение зарекомендовала себя отлично как я уже сказал она доступна и она проста в изготовлении она надежная довольно таки и дешевая относительно да я как вы видели сделал башмачок сначала из полоски оргстекла затем от обточил его поверхности чтобы они были плоскими затем вклеил выточил донышко сейчас я буду это донышко вклеивать и буду вклеивать как раз таки эту керамическую стену которая будет являться основным увлажнителем в этом формикарии за этой стеной будет сокрыта у меня на на губка которая будет увлажняться как раз таки из шприца тоже с губкой и часть влаги кирпич вот этот будет забирать и соответственно влажность будет вообще крутая ничего там не капает ничего там не выбегает не набегает я все это дело протестировал предварительно несколько раз и все хорошо работает и так я тем временем использую сейчас дихлорэтан в котором предварительно разбодяжил куски оргстекла расплавил оргстекло для того чтобы у меня консистенция она была более густая для того чтобы у меня не разбегался не расплетался дихлорэтан по всей поверхности моей заготовки потому что там где был дихлорэтан там остаются какие-то странные мутные разводы потому что дихлорэтан он не любит платить но он любит точнее поглощать пластики пластмассы всячески поэтому нужно быть здесь аккуратными не брызгать его в глаза не брызгать его на окружающие предметы обихода и в случае чего сразу протирать да сейчас я наполняю шприц кстати сказать иголку шприца лучше здесь сломать чтобы она у вас не была иголка была просто маленькой малюсенькой трубочкой дальше набираем дихлорэтан ждем некоторое время когда давление начнет у нас внутри шприца понижаться за счет того что через иголку у нас идет испарение как раз таки давление понижается и соответственно дихлорэтан о чудо сам начинает выползать из этой иголки тем самым у нас получается самопишущий дихлорэтановый карандаш или ручка таким образом я смотрите проклеиваю донышко заднюю стенку стык пока я еще не склеиваю и вклеиваю здесь керамическую нашу стену что хорошо так это то что керамическая стена она часть дихлорэтана принимает где-то на границе с дихлор не с дихлорэтаном а с оргстеклом и то есть у нас она намертво зафиксируется в заготовке сейчас я приступаю к изготовлению такой же супер малюсенькой арены это будет у меня прям капец какая маленькая арена с которой я навозился вследствие того что у меня туда банально не влезают пальцы до основные проблемы при работе с оргстеклом это то что намертво зафиксированные какие-то части не стоит 10 раз чем-то спирта содержащим охлаждающим оргстекло протирать и нагревать почему потому что образуется трещина у меня впоследствии на арене образуются трещины из-за чего из-за того что я намазал их потом смазал антипобегом то есть спирт стальком у меня температура понизилась и там где были напряжения они просто вышли наружу в лице трещина а потом я еще прогрел чтобы у меня спирт быстрее испарился трещины еще больше пошли но их там не видно к тому же такой маленький размер там вообще даже глазом не видно ничего не к чему прикопаться тем временем я сгибаю основу нашей арены это стандартная технология которую я уже не один раз использовал здесь ничего необычного нет то есть и образная заготовочка которую сейчас я тоже немножко поверхности сниму чтобы они были плоские и вклеиваем боковушки то есть здесь абсолютно вообще мизерный расход оргстекла на всю эту технологию она не слоеная это во первых во вторых она позволяет получить большую обзорность то есть еще у нас и боковые стенки доступны для обзора и опять таки это экономия оргстекла ну другой вопрос уже что я и в крупных то формикарях косячу а здесь маленький здесь вообще нужно быть маленькой дюймовочкой чтобы там все это обуздывать но нормально мне понравилось каким он получился и понравилось я думаю лазиусом флавусом которых я туда заселил кстати в конце я их туда еще засуну пришлось их туда депортировать насильно поэтому не переключайтесь я напоминаю вам друзья если под этим видео не даже не если а как только под этим видео собирается 200 комментариев и 100 лайков я сразу приступаю к изготовлению следующего формикария поэтому все в ваших руках друзья пишите мне на самом деле очень приятно когда вы смотрите видео когда комментируете когда ставите высказываете свое мнение ставить оценки будь то лайки или дизлайки в общем то действуйте я тем временем склеиваю арену нашу небольшую импровизированную и вообще весь процесс вот этого изготовления формикария занял у меня порядка трех часов то есть здесь в отличие от первых своих каких-то моделей я уже не жду окончательного просых одихлоретана то есть я уже стачиваю обрабатываю все это нормальным образом поддается обработке поддается обуздыванию и так я тем временем все еще вклеиваю боковые стеночки то есть я сначала проклеиваю изнутри потом проклеиваю снаружи для того чтобы еще больше себя обезопасить от нежелательных всяческих прогрызов и побегов а такие бывают бывают особенно если муравьи жрут вроде флавусы не должны так яро так воинственно выжирать оргстекло но лучше подстраховаться потому что это формикарий не одноразовый то есть его потом колонию можно переселить в другой формикарий можно подцепить модуль другой с более хорошими условиями более симпатичным жильем да и соответственно этот формикарий использовать для развития каких-то последующих колоний маток развития с нуля то есть колонию матку туда посадили потому что объем камеры он небольшой матка там не стесняется кладет свои яички и увлажнение хорошее не нужно туда вмешиваться опять таки почему потому что то есть не почему почему наверное почему но короче почему такой размер потому что пробирки основная сложность это замена как раз таки увлажняющего материала то есть замена на на губки и подлив воды вот как раз таки за на на губку поэтому друзья напишите пожалуйста в комментарии как вы решаете эту проблему то есть у вас есть матка матка в пробирке матка в пробирке она несет яйца и соответственно вода там тоже есть она заткнута либо ваткой либо на на губкой все это дело увлажняется но вода же испаряется наступает момент когда воды там совершенно не остается вот как вы в таком случае поступаете как вы решаете эту проблему пожалуйста напишите в комментариях ну а я тем временем продолжаю причинять себе боль потому что мне сейчас нужно сделать посадочное место для пробирки увлажнителя для этого я использую кусочек полоски орг стекла который нагреваю феном и пытаясь согнуть по форме как раз таки этого самого шприца получается у меня такой вот цилиндрик трубочка которую мы будем приклеивать к верхней крышке да кстати сказать орг стекло отлично в горячем состоянии режется ножницами бокорезами поэтому это может пригодиться соответственно я все еще здесь пытаюсь сделать этот цилиндрик цилиндрик все согнуть пытаюсь и в дальнейшем его буду клеить вы видите что абсолютно ничего сложного в изготовлении этого формикария нет вот такая вот принципе у меня получается заготовка которую а и вот та заготовка которая уже немножко подсохла то есть это где-то час-полтора прошло с момента заклеивания вклеивание этой стены я пошел ее обтачивать обтачивать поверхности и обтачивать поверхности нашей микро арены после обточка у меня получается вот такая вот интересная загогулина интересный такой башмачок и практически ровная ровнёхонькая арена и трубочка тоже этот цилиндрик тоже довольно неплох на вид здесь я снял немножко оргстекла для того чтобы у меня вместилась потом гайка которая будет как раз таки прикручивать верхнюю часть верхнюю крышку к основной нашей заготовки и так сейчас мне необходимо определиться с отверстием под увлажнение обратите внимание у меня там есть козырёк небольшой почему потому что я решил один винт вынести одну шпильку даже вынести за пределы формикария потому что но места вообще не хватает там будет впритык иначе и все это будет капец как косячно выглядеть поэтому одна у меня шпилька будет внутри жилой камеры одна будет у меня позади камера увлажнения в таком случае мне не напряжно будет там все это закручивать завинчивать тем временем я проплавил отверстия сверлами над огнем почему потому что отверстия получается ровные без всяких растрескиваний конечно есть там какие-то по периметру напряжения да которые если я охладю буду охлаждать чем-то они скорее всего дадут трещины но опять-таки выбирать между ровными отверстиями и стопудовым сверлением да короче вы поняли я плавлю я уже давным-давно ничего не сверлю к тому же у меня и нет такого размера дрели чтобы можно было взять и просверлить у меня есть мощная дрель но там все это дело раскрошится на мелкие мелкие кусочки поэтому я проплавляю ничего там сложного ничего там зазорного нет правда минус один образуется наплывная такая кромка которую приходится потом срезать обычным резаком то есть она отлично отлетает если вы не будете срезать она у вас скорее всего где-то будет упираться тем временем я в проплавленную крышку начинаю вклеивать как раз таки цилиндр в который у меня будет заходить шприц то есть часть системы увлажнения для этого использую все тот же самый дихлоры танк кстати сказать здесь еще и шов прохожу этого цилиндра для того чтобы у меня нигде ничего не ходило не гуляло не растрескивалось такая вот получается интересная загогулина здесь конечно вы же вы ничего не видите потому что я не посмотрел на камеру как все это выглядит но придется поверить что я все это дело склеиваю получается такой вот уже небольшой не башмачок а пароходик который я откладываю сторону почему потому что мне сейчас нужно будет вклеивать наши шпильки шпильки это основа крепежа верхней крышки к нашей заготовке почему шпильки потому что в первых своих формикариях я вклеил болтешники вклеивал гайки но это настолько напряжно а вклеить шпильку ничего не стоит то есть вы взяли болтик винтик какой-то откусили у него головку и у вас образовалась вот такая вот маленькая шпилька которую вы сейчас вклеиваете обратите внимание что если у вас места мало то есть если у вас вообще малюсенький формикарий или где-то прям впритык некоторые части обратите внимание на направление шпильки то есть в данном случае у меня немножко она заходит внутрь формикария то есть прям вот вниз смотрит скатывается поэтому я подложил немножко под шпильку кусочек оргстекла чтобы она у меня возвышалась если бы я этого не сделал у меня бы шпилька это упиралась в ту цилиндрическую трубку для увлажнения и пришлось бы пилить как формикарий с тетрамориумом циспитумами где в общем-то все впритык было пришлось ненаглядные вещи делать неприглядные вещи делать творить соответственно сейчас я проплавил еще отверстия для соединителей модулей то есть вставил туда колпачки от иголок шприцов немножко их подрезал и приступаем к финальной сборке нашего формикария здесь все части представлены и так берем нашу арену которую я промазал антипобегом в лице спирта смешанного с тальком наносил кисточкой все это дело еще просушил дальше берем обычную силиконовую трубочку немножко я ее прогреваю над феном чтобы расширить ее и надеваем на хоботок на наш хоботок арены с другой стороны сотворяем то же самое чтобы надеть все это дело на сам жилой модуль дальше дальше у меня есть ваточка куда же без ваточки помню что там где не заткнута ваточкой муравьи скорее всего у вас убегут соответственно приступаем к заполнению нашей к сборке нашей системы увлажнения у меня есть вот такая нано губка которую я на сухую отрезал по габаритам камеры увлажнения ее сейчас я смачиваю намачиваю просто для того чтобы быстрее весь процесс запуска произошел и вставляем в отверстие предназначенное в камеру предназначенную именно для нее заправляем наш шприц видим что мы его не заткнули мгновенно пока никто не видит убираем следы мокрые следы портящие нашу репутацию срезаем носик вставляем резинку от поршня шприца наливаем воду затыкаем нано губкой которую предварительно тоже смачиваем в воде обратите внимание на конфигурацию носика нано губки он сделан таким образом чтобы входить в отверстие в крышке и соприкасаться с той нано губкой которая непосредственно заложена у нас сам формикарий сейчас я все это дело покажу не переживайте друзья у вас пока есть время оставить комментарии поставить лайк я напоминаю 200 комментов 100 лайков я делаю следующий формикарий хоть завтра я его буду делать если вы соберете коменты и лайки смотрите получается у меня сама пробирка с увлажнением а кстати здесь у меня еще чё я так быстро показал ну короче она заходит эта пробирка с увлажнением в отверстие и соприкасается с губкой заложенной внутри дальше у меня есть небольшие такие шайбочки вырезанные из того же самого силиконового шланга просто потому что отверстие которое я проплавлял под болты во первых они большего диаметра для того чтобы точно попасть на болтешники и во вторых чтобы защитить как раз таки эти отверстия от нежелательных побегов через эти же отверстия получается вот такая система вставляем нашу губочку видим что все соприкасается процесс пошел подцепляем камеру все готово готово самый малюсенький формикарий который я видел если вы видели еще меньше пишите в комментариях но с вами был аквамен и сейчас еще и заселение я вам покажу этих самых лазиусов флавусов не очень симпатичные сцены ввиду своего предыдущего жилья этой колонии вот она кстати сказать там у меня увлажнитель отцепляем аналог пробирки внутри у меня сидит матка было пять рабочих стало три рабочих их просто туда скидываем и убираем кстати сказать на момент записи звука на это видео они уже благополучно освоились в новом жилье и соответственно лазиусы альенусы в прошлом видео тоже которые были они тоже предназначенное для их жилья место заняли на этом все друзья с вами был аквамен обязательно делитесь в соц сетях этим видео серьезно делитесь в соц сетях увидимся совсем скоро с вами был аквамен всем пока пока друзья